И так, всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы будем делать супер вкусные сочники с творогом! Обалденная, вкуснейшая выпечка с творожком! Очень полезная для деток, если добавить поменьше... Давай! Поменьше добавить сахара, и тогда детки будут кушать продукты, которые сделаны с творогом. Ведь далеко не все дети кушают творог. Или творог. Так что, ребята, приступаем! Да, Павел? А мы тут кушаем макароны. Итак, по рецепту нам надо целый стакан сахара, но я беру немножко меньше. Вот видите, где-то на два пальца меньше. Высыпаем сахар. Дальше одно яйцо. Упс! У меня один! Все это сейчас. У меня один! Сейчас. У меня один! Говорю одно яйцо, и Павел повторяем. Один, один, один. Мы научились считать до трех. Итак. Хорошенько размешали. Растерли яйцо с сахаром. Следующее выливаем растопленное сливочное масло. Можно смешать сливочное масло наполовину с растительным маслом без запаха. Но не используйте маргарин, потому что он, как вы знаете, не совсем хороший для здоровья, не полезный. Поэтому как-то лучше его не использовать. Далее добавляем полстакана кефира, либо это может быть сметана. Только вот где-то пол чайной ложки соли. Также пакетик разрыхлителя, либо, это 10 грамм, либо же пол чайной ложки гашеной соды. И в следующем добавляем муку. Это у нас где-то уйдет 4-5 стаканов. 4, либо 5, потому что в зависимости, например, сметана более густая, если вы используете. Если же вы используете кефир, то муки может уйти больше, потому что он более жидкий. Точно так же яйца, например, размер яиц все-таки отличается друг от друга, поэтому здесь тоже надо смотреть. Уже будете смотреть сами. Но сколько у меня выйдет, я вам, конечно же, в конце скажу. Хорошенько вот так размешиваем, добавляем муку, потом замешиваем достаточно мягкое, эластичное тесто. Также добавила немножко еще цедры и апельсина для аромата. И все, тесто наше готово. Здесь делаем начинку. 250 грамм творога, 2 столовые ложки сахара, или попробуйте по вкусу. Можете сделать более сладкий, можете сделать менее. 2 столовые ложки муки. И 1 белок. И вот мы раскатали тесто. Брала я обычную вот такую вот скалку. Раскатала достаточно тонким, но не таким, чтобы уж слишком. И сейчас берем начинку, берем, сразу смотрим, сколько вам у вас получится. И с помощью стаканчика, да, вырезала, либо стаканчик, либо чашка, как вам больше удобно. Беру вот так начинку, немножко более на край, заворачиваю и вот так вот прижимаю пальчиками. Делается вот такая ракушка. Вот как будто прям, как ленивая, не ленивая, а как вот, как пельменники. Так, девочки, не ориентируюсь, камера когда смотрит. Вот, все, кладу на противень, смазанный маслом, либо на пергаментную бумагу. И вот спустя буквально 15-20 минут я поставила на 180 градусов духовку. Смотрите, какая красота. Они такие золотистые, такие красивые. Я думала, они раскроются и станут некрасивыми, какие-нибудь там развалятся. Нет, потрясающе выглядят. Все, Пашка уже оценил, уже одну штучку он утащил, как видите, вот отсюда. Ему очень понравилось, и он ходит, ходит, как сторожит, пока они остынут. Так что, ребят, надеюсь на ваши лайки, надеюсь на подписку. Всего хорошего, будьте счастливы, пока-пока.